Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьёва. И сегодня со своим особым мнением в студии радиостанции «Эхо Москвы». Виктор Шендерович, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Я обычно начинаю с каких-нибудь новостей сегодняшнего дня. Но поскольку мы с вами поставили ровно неделю назад многоточие, мы должны вернуться к этой теме. Собственно, я говорила о том, что Михаил Ходорковский подливает масло в огонь и призывает к революции. В России мы это все видели. И ты тактично очень выговаривала мне за то, что я вслед за Михаилом Борисовичем тоже подливаю масло в огонь и призываю к выходу нелегитимное поле. А я интересовался, где ты увидел легитимное поле. Вот прошла неделя, Ира. Какие у тебя впечатления от легитимного поля? Ровно такие же, как и недели назад. Да. Ну, по нарастающей. Я считаю, что все-таки в легитимном поле надо оставаться. Да. Легитимизация идет полным ходом. Да. Значит, ты видишь, как она работает. Что у них называется законом. Значит, по результатам вот этой недели. Каждый день. Они вышли на новый график. Каждый почти день. Новый приговор с реальным сроком. Либо обыски. Каждый день жесточайшее использование властного ресурса в своих корпоративных целях. По поводу закона. Есть кухонный нож. Это, как ты знаешь, кухонный нож. Это, как ты знаешь, утварь. Утварь. Если ты кухонным ножом зарежешь человека, кухонный нож перестает быть утварью. Он становится орудием убийства. Тоже с законом. Тоже с законом. Вообще-то это да. Для обеспечения. Вообще-то. Вообще-то все приговоры и обыски проходят в рамках закона. Нет. Вообще-то это кухонный нож. Это у нас утварь. Вообще-то у нас это закон. Но используется в данном случае этот закон не по прямому назначению. Он используется как орудие насилия. Он используется как орудие сведения политических корпоративных счетов. Он используется. Это превышение власти в чистом виде. Значит, только по результатам одной этой недели. Вот пока мы с тобой, Ира, не виделись. Всю политическую верхушку и администрацию, все правовое поле наше, по периметру, Чайка, Бастрыкин, те, кто надзирают, все эти Верховный суд, который молчит в тряпочку, их всех, конституционно, их всех надо отправить в отставку и частично отдавать под суд. По результатам только этой одной недели. Потому что это в жесточайшем виде использование властного ресурса в личных корпоративных политических целях. Значит, никакой... Возвращаемся к тому, с чего закончили прошлую программу. Никакого закона уже нет и давно нет. После Данилкина... Слово это в рот не бери. Нету никакого... Данилкин, вы имеете в виду второе дело Ходорковского. Про которого секретарь рассказала все, что рассказал. Да, но уже мы без секретаря, мы не слепые, да. В принципе, это уже давно можно было. С появления этих бесстыжих глаз можно было в Кремле, можно было поставить точку в теме закона. Но те, кто после 10-го года говорят о законном поле, мягко говоря, лукавят. Нету закона. Есть корпорация. Можно ее по-разному назвать по-русски, по-латыни. Корпорация, хунта по-испански называется. Есть люди, которые закрепились у власти. Можно Тамбовская преступная группировка назвать. Они закрепились у власти и не уходят от нее. Используя для того, чтобы остаться у власти, все властные ресурсы государства. Суд, прокуратура, суд, следствие пропаганда. Все что угодно, да. Все это у них в руках. Они это контролируют на сегодняшний день. И они с помощью этих инструментов, легичинных, демократических, остаются у своей бандитской власти. Точка. Значит, если ты думаешь, что бандиты – это метафора, то позволь тебе напомнить. Вот только что опять в эту неделю в интернете появилось свеженькое расследование о молодости Владимира Владимировича и его настоящем учителе жизни. Это криминальный авторитет Леониду Святцов по прозвищу Леонид Самбист. Он без фамилии был упомянут в первой книге Владимира Владимировича. Он упоминал о своем учителе по самбо. Леонид Илонович, там по отчеству как-то, да. Вот. Фамилию скромно не называл. А это Леонид Усвятцов, отсидевший 20 лет. Между двумя ходками успел принять участие в воспитании будущего президента России. Именно у него в секции занимался 16 лет Владимир Путин. Именно Усвятцов устроил его сына уборщица и вахтера по спортивной квоте в блатной ЛГУ. Его застрелили у Святцова в 1994 году в криминальной разборке в Питере. Он лежит на Большогохтинском кладбище с похабнейшей автоэпитафией на могильной плите. Я постесняюсь читать этот стишок в эфире «Эхо Москвы», но полюбопытствуйте. И вы крое что поймете, вот откуда у нашего президента это бить первым. Откуда этот дивный стиль, вся поэтика его языка, отрезать, чтобы не выросло, замучить и пыль глотать. И в целом очень хорошо усвоенные уроки жизни. После отстрела самбиста Усвятцова его место в организации, с большой буквы, занял боксер Кумарин. Эту организацию для простоты мы два десятилетия называем Тамбовской ОПГ. Именно на нее работал вице-мэр Петербурга Владимир Путин. Кстати, на месте Пуларина. Подождите, постойте, нет, стойте, секунду. Я говорю о данных расследований. Нет, послушайте, что работал Владимир Путин на эту группировку? У вас нет в этом расследовании доказательств того, что Владимир Путин работал на эту группировку. И в десятке они уже... Секундочку, стоп, стоп, это разные вещи. Стоп, Ир, давай хотя бы ты не будешь подменять. Секундочку, это две разные истории. Одна про лексику, про школу жизни. Другая про совместную работу с настоящим Кумариным. О чем уже тонны публикаций. Есть расследования. Есть арестованные Тамбовские с Петровым во главе в Испании. Это, я сейчас говорю не билетристику. Я сейчас коротко говорю здесь. По результатам многотонных расследований, частично уже опубликованных материалов. Опубликованных материалов. Чтобы этого, да, можно сильно прищуриться, зажать уши, руками, ноздри. И всего этого не увидеть, не услышать и не учуять. Можно. И этим мы занимаемся полтора десятилетия. Причем это гораздо позорнее, чем в советское время. Потому что в советское время действительно расстреливанного российски. Ну кто-то знал, что-то слышали. Ну кто что мог знать, да, по-настоящему. Сейчас интернет. И прав коллега Бабченко, это просто наш инфантилизм и уже страх. Нам уже страшно после 15 совместно прожитых с Путиным лет, уже страшно узнавать это. Просто страшно. Не только стыдно, но уже и страшно. Поэтому мы продолжаем зажмуриваться и затыкать уши. Но есть интернет, и в отличие от жителей Советского Союза, у нас нету оправдания, что мы не знали. Не знаешь, загляни, щелкни пару раз мышкой. Да, вот интернет. Да, хорош в одноклассниках. Здесь щелкни мышкой, если тебе любопытно. Посмотри, почитай. Это все опубликовано. За документами. Есть доклад Салье по результатам этого. Это не билетристика, то, что я говорю. Это было билетристикой в 99-м 2000-м. Говорят, что? К 2015-му это ира. Не билетристика. Это результаты десятков публикаций, расследований, документов, докладов. В том числе уже вполне официальных вещей. Так вот. Вернемся к Кумарину. Я на его месте. А он сейчас отбывает серьезный срок. Владимир Кумарин, бывший глава Тамбовской ОПГ. Отбывает соратник по 90-м годам Владимира Владимировича. Он сейчас отбывает серьезный срок в тюрьме. Я бы на его месте начал беспокоиться о своей жизни. Потому что, видимо, была какая-то договоренность в обмен на неплохие жилищные условия, в заключении, я полагаю, о молчании. Но Путин не всегда будет оставаться у власти. И могут прийти другие люди, которые могут заключить с Кумариным другой контракт за неплохие жилищные условия. Которые будет входить как раз в рассказ о совместных годах с Владимиром Владимировичем. И думаю, что Путин это понимает. А зачищать в конце он умеет. Говорит ли тебе что-нибудь имя Роман Цепов? Цепов имя? Роман Цепов? Нет. Ну и правильно. Телевидение про это не рассказывает. Этот человек... Сейчас вот зачем? Нет, нет, это не наезд. Нет, а мы сейчас вот и вернемся. Мы просто вернемся, нам нужно прерваться на пару минут. А, хорошо. Вот прямо сейчас прервемся, а потом вернемся и про телевизор тоже поговорим, который я, очевидно, очень сильно. Я не нашел в один С-счет, который вы должны были выставить две недели назад. Где он? Есть моменты, которые могут испортить долгожданный отпуск сразу и безвозвратно. Но решение есть. 1С-предприятие от Хост-Икс через интернет. Доступ к вашей программе 1С-предприятие с любого устройства и с любой точки мира. Да вот же он, Виктор Иванович. От 18 мая. Точно, я не заметил. Ладно, приятного отдыха. Работайте из отпуска, офиса, дома. Работайте в единой базе 1С. Попробуйте две недели бесплатно. Хост-Икс. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Мы остановились на фамилии, на имени Роман Цепов, который был одним из криминальных теневых властителей Петербурга 90-х. Там вот тогда знали все, кто имел хоть какое-то представление о том, как устроена власть. Он был связным Смольного и Тамбовской ОПГ. И очень много чего... Он был охранной фирмой, которая охраняла не только мэрию и Собчака, она охраняла и звезд эстрады. Она такая была популярная охранная фирма. Роман Цепов был связным. И он был хозяином, одним из, разумеется, хозяев Петербурга. И очень много чего мог рассказать о Владимир Владимировиче. Но уже не расскажет. Потому что в начале нулевых он внезапно умер. В четвертом году? Да, в четвертом году от поражения спинного мозга, сопровождавшегося, цитирую, очевидными симптомами лучевой болезни. Убрать Цепова были из зоны очень многих. Он входил поперек очень многих бизнес-интересов. И лес еще и успел залезть. Он хотел в переделе Юкса поучаствовать. Так что основания убрать были очень у многих. Но вот радиационное отравление довольно затейливый способ для обычных бандитов. Тебе ничего, никаких ассоциаций не вызывает этот способ? Такого рода отравление. Ну, конечно, Литвиненко. Литвиненко. Еще Чикачихина из таких ноу-хау сильных. Еще я помню, что Анну Политковскую пытались отравить. Да, да, да. Вот, значит, Ир, как по другому поводу, подытоживая эту тему, большую тему, которую мы начали в начале программы, как по другому поводу сказано, Акуджава, когда-нибудь мы вспомним это, не поверятся самим. Знаешь, Россией правили очень разные люди. Там были просто сумасшедшие, там были маньяки, политические маньяки. Там были восточные тираны, там была номенклатура, там были полутрупы вроде Черненко. Но ты знаешь, чтобы правил просто такой конкретный посланец организованной преступной группировки, такое кажется впервые. Добавим к этому 21 век и ядерное оружие. И констатируем, что мы живем в абсолютно уникальное время. Потому что такого точно не было. Разными странами правили чудовищные бандиты, гораздо тяжелее Владимира Владимировича, да, по биографии. Но только вот ядерного оружия не было ни у кого. Мы сегодня живем в довольно уникальное время. Дай бог, чтобы это было матушке России все не напоследок и нам. В продолжение темы. Нет, стойте. Давайте, стойте. Вот давайте здесь, раз уж мы начали с этой темы. Не кажется ли вам, что если люди, которые живут в нашей с вами стране, в нашей обществе, мы с вами, решат, что окей, власть нелегитимна, значит, законы не надо исполнять, то вся наша страна, вообще вся наша страна превратится в большую ОПГ с разными делениями и люди начнут стрелять друг друга. Для этого, для этого, Ира, для этого нужно вспомнить о существовании легитимных механизмов. Но чтобы их вернуть, надо убрать этих. Технологии есть. Дохлая лошадь. Цитирую тебя Быкова времен 11-12 года. Лежит дохлая лошадь на дороге. Можно спорить о дальнейшем пути по этой дороге. Это очень занимательный спор. Но сейчас она лежит и с 11-го года. Она еще успела разложиться. Запах совершенно невыносимый в заведении. Государство распадается. Оно уже распадается. Оно распадается не из-за Ходорковского и не из-за меня. У меня просто нет возможности поспособствовать распаду государства. Потому что я почерикаю тут и уйду в частную жизнь. В метро поеду. А вот те, кто сегодня называются государством, те, кто сегодня от имени государства действуют и каждый день дискредитируют суд, свободную прессу, выборы, все, что только есть святого для, так сказать, либерального ума, они это дискредитируют каждый день. И в итоге, когда это рванет, а рванет не со стороны Ахиджаковой, Чертишвили, Улицкой, Ходорковского, а рванет совершенно с других директорий, как ты понимаешь. И методика у тех, вот когда рванет, то это будет уже не Ахиджакова. Лекция о добре вы не услышите. Нет. И о христианских, значит, добродетелях. Нет. Вы услышите совсем, и мы услышим с тобой, совсем другое. И совсем другая будет методика. Только тогда, когда потом дойдет до красного петуха и до пугачевщины, братцы мои, только не надо потом говорить, вот либералы довели. Это довели те, кто многие годы, полтора десятка лет, издевались и насиловали либеральный, или издевались над либеральными инструментами, да, и насиловали это, и под именем закона творили вот это. Значит, возникает нормальная связка. Ведь, я уже говорил, это, ну, то есть, не я говорил, это азбука. Символы заполняются содержанием. Когда либерализм означало, да, либеральные ценности, либеральная идеология означала Сахарова, Афанасьева, Царство Небесное, Академика Рыжова, и так далее, и так далее, это было одно. Когда либерализм, либеральные инструменты означают вот эту банду, вот это вот Бастрыкин-Чайка по периметру Сечин, а бизнес это у нас Сечин, а закон это у нас Чайка, да, а следствие у нас Бастрыкин, а президент у нас Вова Путин, да, из Томбовской ОПГ, тогда нечего удивляться, что потом рванет и разнесет все. Так вот, для того, чтобы не разнесло все, сейчас надо не класть вниз лицом детишек из Открытой России, да, сотрудники. Так а чего тогда удивляться, что обыски проходят у Открытой России, если, извините меня, один призывает не соблюдать закон, други говорят, окей, хорошо, мы не будем соблюдать закон, прием к вам в 6 утра, и будем просто обыскивать вас, и порядок в школе еще учили. Совершенно обратный порядок действий. В Германии в 39-м году довольно поздно идти в Конституционный суд. В 38-м, 39-м, 40-м. И там уже нужен полковник, который донесет портфель к фюреру. Тот этот не донес в 44-м году. Нету суда в 40-м году в Германии. Нету. Можно обращаться, конечно, в Конституционный суд, можно идти в гестапо и говорить о превышении полномочий. Очень содержательный разговор. Но только надо просто понимать, надо понимать механику и понимать порядок действий. Значит, в 40-м году в Германии восстановление закона должно начинаться с того, что не будет нацистов близко во власти. когда Германия не без помощи мирового сообщества, мягко говоря, значит, делается так, что нету нацистов во власти, вот тогда милости просим. Тогда давайте разговаривать о законе. Но до тех пор порядок действий. Ира, я ведь говорю еще раз. Я говорю о технологии. О технологии. Я не за то, чтобы убивать, подстригать за углом кого-нибудь из них. Мне бы этого очень не хотелось. Я только еще раз, как и в прошлой неделе назад, концентрирую твое внимание на то, что когда это случится, то это сделает человек, ничего не знающий о Ходорковском, о его заявлении. Хорошо. Как приморские партизаны несколько лет назад ничего про это не знали. Просто Гиридополу дошла. Так вот, поскольку мы обращаемся заведомо, мы в студии Эхо Москвы, и мы обращаемся заведомо не к тем, кто собирается взрывать, а к людям, у которых что-то, значит, какие-то другие по преимуществу представления о способе перемен, так вот, этот бесконечный крик в пространство заключается в том, братцы, вы, эта власть, и те, кто ее поддерживает, и те, кто ее терпит, вы жмете на гашетку, вы, значит, этот автомобиль в кирпичную стену, на полном ходу, вы это делаете. Но послушайте, ну, Виктор, мне так страшно, что вы поддерживаете заявление Ходорковского, которое вообще не в России, которое говорит, ладно, ребята, законы нелегитимны, не исполняйте их, а здесь что делать людям, которые пошли, поверили Ходорковскому, им всем в тюрьму садиться за Ходорковского? Кто пошел, поверил Ходорковскому, тут что за массы? Где эти, где эти миллионы, которые пошли за Ходорковскому? Значит, Нургалиев говорил, что можно бить полицейских в ответ, все, у нас, извините, шутка несколько лет шла, Нургалиев разрешил, а когда Ходорковский призывает законы не исполнять, тут мы, извините, все серьезные на этой стали. Констатирует, Ира, еще раз, Ходорковский констатирует температуру больного, не он ее сделал, Ходорковский констатирует, что больного 40 градусов, да, это Ходорковский предлагает, и предлагал, и предлагает, и делает, очень многое для того, чтобы каким-то образом элите посылает сигналы о том, что можно поменять, совершенно он им не предлагает убивать Путина, заметь, он предлагает другие вещи, он просто констатирует, вольно тебе казнить врача, это традиционная забава, можно повесить врача, который констатировал тяжелую болезнь, и который бьет тревогу, он констатирует положение вещей, Ира, а положение вещей создается этой администрацией, остаток сил можем потратить на критику Ходорковского, очень конструктивно. А может быть и так, спасибо большое, у нас правда перерыв, и мы еще продолжим, у нас еще много всяких тем, а у меня вопросов. Ирина Воробьева, Виктор Шендерович в эфире. Радио Эхо Москвы и компания Артелиай представляют программу Особое мнение. Продолжается программа Особое мнение, Ирина Воробьева, Виктор Шендерович здесь в студии, я видела, что вы следили за историей избрания нового председателя партии Яблоко, за этим многие следили. Да, я прямо следил, я ждал результатов, сколько они касались меня. Вы избиратель Яблоко. Я потенциально избиратель Яблоко, я был им с 90-х годов. Мы тогда с женой решили, что эти бельгийские подробности не так важны. Один голосовал за Яблоко, другой за СПС. Мы голосовали за две нелюдоедские партии. Всегда, совершенно неважно, кто за кого, просто мы отдавали свои голоса двум нелюдоедским партиям, которые представляли, как нам казалось, и действительно какое-то время представляли наш интерес. Поэтому я, конечно, следил. Если бы избрали Льва Шлозберга, то я бы стал следить еще внимательнее, полагая, что, может быть, я снова стану, может быть, они решили меня вернуть, как избирателя. Меня, моих близких, моего отца, и тебя, не знаю, очень многих. Может быть, они решили нас вернуть в избиратели. Может, они решили сделать ставку на нас. Не на Володина, не на Старую площадь, не на договоренности в Кремле, а на нас, по старинке. Ну, как вот борются за электорат свой, другие партии в других странах. И я поэтому с интересом следил. Если бы у партии Яблоко, это вопрос целеполагания, все довольно просто, не надо усложнять. Если бы партия Яблоко планировала бороться за власть не по нарожку, она бы избрала своим лидером, безусловно, политика известного своему электорату, зарекомендовавшегося человеком отважным, умным, честным, безукоризненным, в политическом смысле, совершенно безукоризненным, символизирующим абсолютно независимость этой партии, ее верность к либеральным идеалам. Вы сейчас про Льва Шлозберг. Я про Льва Шлозберг. Значит, если партия, имея Льва Шлозберга в своем составе, вот такого человека, с такой репутацией, уже так известного своему электорату, потому что ни один из людей, которые готовы голосовать за Яблоко, не может не знать этого имени, после Псковской истории, после нескольких историй, если она, эта партия, выбирает никому неизвестную, за пределами узкого политологического круга даму, это означает только то, что партия Яблоко по-прежнему не собирается всерьез претендовать на бороться за власть, по-прежнему собирается делать это понарошку, планирует и дальше договариваться с Кремлем и финансироваться с бюджета. Значит, это является целеполаганием. Надо было выбирать между нами, электоратом, Яблоко, и Кремлем. Они выбрали Кремль. Они будут договариваться в Кремле. При Шлосберге это было бы трудно. При Эмилии Слабуновой это будет легче. Вот и все. Значит, они сделали свой выбор, я, разумеется, тут же, и миллионы других людей, уверяю вас, сделают. Но неинтересна партия Яблока, мое отношение интересно. Они договорятся с Володиным. Главное, чтобы Володин дал отмашку. И Володин дал отмашку уже сегодня. Вчера. Вчера на встрече с политтехнологами и так далее. Он сказал, что, кажется, у Яблока есть шансы попасть в будущую Думу. Он не сказал теперь, после избрания Слабуновой, а не Шлосберка, но мы же... Не, не, он назвал ее имя, почему? Да, 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 да. А его не назвал. Да, мы же понимаем. Мы же понимаем, почему теперь, да, вот теперь за хорошее поведение им добросят голосов. Как уже добрасывали. Смотри, исследование Дмитрия Орешкина. Яблоко участвовало в фальсификации голосов. Участвовало. Значит, от того, что это наша, условно говоря, партия, это не меняет нашего отношения к этому факту. Вот и все, собственно, с Яблоком. Нам надо просто наконец понять это и перестать каждый раз ахать по поводу Явлинского. Явлинский через запятую существует с такими титанами русской демократии, как Жириновский, Зюганов, Миронов. Лексика разная, да. Манеры разные, стиль абсолютно другой, да, безусловно. Функциональное назначение одно и то же. Симуляция демократии, симуляция политической жизни в России, легитимизация путинского режима. Точка. Когда мы поймем это целеполагание, а еще поймем интересы ради цену вопроса, тоже смотри замечательную статью Дмитрия Орешкина по цене вопроса, сколько получается с бюджета партия для того, чтобы могло существовать. Значит, если это синекура, то да ей Бог, но без меня. Если это партия, то она должна была, я думаю, поинтересоваться моим мнением. В широком смысле моим. Не, 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 не персональным мнением Виктора Шандоровича, а электорат, миллион, многомиллионный электорат. За них, в виде, голосовало не 3%, правда же? Они же боролись... Слушайте, как же это видно, чтобы электорат выбирал, кто будет лидером партии? Нет, секундочку. Вопрос еще раз. Вопрос целеполаганий. Либо мы имеем дело с идиотами, либо мы имеем дело с другим целеполаганием. Тут же, секундочку, простая история. Если у тебя в составе Месси, Неймара и Суарес, а ты на главный матч сезона на финал Лиги Чемпионов выпускаешь Пупкина и Тючкина, это говорит только о том, что ты сливаешь этот матч, ни о чем другом. У тебя есть такие игроки, ты их не ставишь на главный матч сезона. Ну, это просто все понимают. Ты сливаешь матч. Точка. Это вопрос целеполагания. Либо ты идиот, и не понимаешь, что Месси играет лучше Чемпионов. Ну, хорошо, значит, идиот. Вот выбирайте. Либо идиоты, либо предатели, которые не имеют никакого уже ко мне отношения, потому что у меня к ним счет к господину Явлинскому и к тем, кто принимает такие решения, гораздо более серьезный, чем к Жириновскому и Зюганову. Жириновский и Зюганов меня не предавали. Они с самого начала твари кончены, я никогда не был ими обольщен. Вот в одну секунду, вот удивительно, несмотря на то, что я тоже была за Шлозберга, и я много чего успела написать во время этих выборов. Тем не менее, после этого начались такие счеты к Явлинскому, то есть, когда Явлинский порекомендовал избрать Слабунова, то есть, не ту кандидатуру, которая всем хотелось, все сразу, ага, Иваненко ходил в Кремль, Явлинский предал и так далее, и так далее. Где же вы раньше-то были, когда все знали, что кто-то из них ходит в Кремль, кто-то с них договаривается. Почему только сейчас-то правило? Разве об этом не говорил? Ты сейчас с кем разговариваешь? Ну, вы говорите, через запятую всех. Со мной с мировой общественностью. Всех через запятую. Ну, естественно, они через запятую ходят договариваться в Кремль. Но вы же голосовали за Яблоко. Я голосовал. Потому что они не ледоедцы. Да, они безусловно не ледоедцы. Нет, они и сейчас не ледоедцы. Хау-богу, хоть это. Нет, секундочку. У тебя какая задача? Сделать из меня идиота и мы разговариваем. Просто мне непонятно, почему партия Яблоко, опять же, еще раз говорю, у меня точно такое же ощущение, но я считаю, что я не вправе предъявлять претензии Явлинскому партии Яблоков, потому что они сами все решают. Секундочку. Значит, секундочку. Если это отдельно от меня, они вправе. Я же не в исполкоме или там в каком-то руководящем органе Яблоко. Я не говорю, что я должен был решать. Я только констатирую, что я им пофигу. Что им не пофигу, как к ним относятся Володин в Кремле и Путин за Володиным стоящий. И совершенно пофигу, как к ним относятся миллионы их бывших избирателей. Я делаю из этого вывод, что это не имеет ко мне больше никакого отношения. Как, впрочем, и раньше не имел. Вот и все. Давайте на этом точку и поставим. И поговорим о Рамзане Кадырове. Сегодня стало известно, что президент Путин согласился передать под его контроль нефтедобычу Чеченской Республики. Раньше эту кампанию контролировал федеральный правительство. Ну, теперь просто общее место. Мы об этом много раз говорили, но это тут сегодня повод еще раз напоследок об этом сказать. У нас есть еще минут пять, да? Не кажется нам странным, что Кадыров получил от России раз в десять больше, чем просили Дудаев с Масхадовым. Они ведь просили только независимости Ичкерии. А Кадыров получает полную независимость Ичкерии. Законы России, даже те немногие, которые существуют для нас, не существуют. Ты видел эту пленку с чеченской семьей, да? Это средневековое ханство под угрозой смерти мучительной. Все это знают. Это просто на территории России просто средневековое совсем. Такой Туркменистан в самом страшном виде. Да? Так вот, он получил полную независимость и полное право делать, что хочет внутри. Плюс еще миллиарды из российского бюджета и право убивать на московских улицах. Не многовато ли? При этом, замечу, и Дудаева, и Масхадова мы убили. Хотя Масхадов был легитимным избранным народом в действительно честных выборах чеченских. Он получил 60% в Басаев, напомню, 6. Он был легитимным лидером. Мы его убили. Получили Кадырова? Отлично. Кто выиграл Вторую Чеченскую войну? Это риторический вопрос. На мой взгляд. Кто начал третью необъявленную? А? Кто начал третью необъявленную? Ну да, да, да. Вот так. Давай о чем-нибудь более веселом. Более веселом? Да, пожалуйста. О поэтическом? Поэтическом. А, поэтическом. Министер экономического развития Улюкаев считает, что на расширение санкций США против России Россия может дать симметричный ответ и передает сегодня РИА Новости. Почему поэтическим? Господин Улюкаев пишет стихи. Вот. И тут он выступил, по-моему, как поэт. Ага. Как поэт. Надо ответить, конечно, симметрично, отказать Америке в кредитах, обрушить доллар, ввести в стагнацию американскую экономику, пускай пиндосы выстраиваются в очередь за рублями посреди Нью-Йорка в обменниках. Большой поэт оказался, господин Улюкаев. А как вам прекрасная история о том, как Россия начала экспорт сена в Северную Корею? Мне кажется, это большой прорыв. Экспорт сена в Северную Корею? Сена, сена, да. Я не знаю, кому-то говорить больше о нас или о Северной Корее, но по-моему, обоих. Как-то пополам. Пополам. Есть, я уже говорил много раз, есть такие, значит, сообщения, где муза-сатирика умолкает, просто отступает, давая место на аванс сенефакту. Уже про это шутить невозможно. Вот это просто вслух прочитать, сдержать рыдание или смех, комментировать тут уже чего. Вот к вопросу о нашем месте в геополитике, о предметах нашего, что импортируем, что экспортируем. Замечательно. Ну, сена в Северную Корею мы давно готовы. Я бы еще солому туда дал. Им нужно сену и солому, чтобы никому не обидно было. У нас остается буквально полтора минуты с вами до конца программы. Я вот думаю, сейчас запустить опять какую-нибудь большую тему, чтобы поставить ноготочи. И чтобы начать 31 декабря, начать студию. Ну, давай. Да нет, я шучу, на самом деле. Я знаю, что вы хотели что-то еще напоследок такое сказать. Нет? А, история на полторы минуты. Александр Ильичевский, замечательный русский прозаик, лауреат русского букера, рассказывал в блоге историю замечательной метафорической силы, постараюсь успеть. Жил-был полковник, у него был Алабай, туркменская овчарка волкодав, абсолютно послушный, преданный пес. Полковник развелся с женой, жена позвонила родителям полковника, а тот генерал в отставке. И приехал генерал мирить, мирить семью. Приехал. И он был единственным человеком, которого боялся этот полковник, и папаша генерал. И они сели на кухню, Алабай тут же у ног хозяина, как всегда, когда другой в доме. Вот. И папаша, генерал, начал распекать сына и стучать на него стукнув кулаком, и тот втянул в плечи, и Алабай бросился на кого? В живых остался генерал. Он перегрыз горло хозяину. Почему? Потому что его 10 лет хлистали поводком по морде. Потому что его преданность держалась на 10-летнем сечении и унижении. И когда вдруг он увидел, это был Бог. И когда вдруг этот Алабай увидел, что это не Бог, что этот Бог кого-то боится, он среагировал так, как реагирует собака. Как реагирует живое существо. Это к вопросу напоследок о всенародной поддержке. Я думаю, все догадались. Какая страшная история, честное слово. Сильнейшая история. Да. Спасибо большое. Тут мы и заканчиваем программу. Спасибо большое. Виктор Шендерович, Ирина Воробьева. Счастливо. Спасибо.